Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за 2-3 года. 18 февраля 2019 года ТАСС Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за 2-3 года. Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото. Источник изображения, РИА новости, Игорь Заремба. На сегодняшний день основная задача в системе решена, отметил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов. Москва, 16 февраля. Слеж тасс слеж. Модернизация российской системы предупреждения о ракетном нападении СПРН будет завершена через 2-3 года, когда планово заменит еще два устаревших локатора. Сплошное радиолокационное поле в системе создано еще в прошлом году, сообщил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов в субботу в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, на сегодняшний день основная задача в системе решена. Сплошное радиолокационное поле в рамках СПРН было создано в прошлом году, сейчас остались незначительные работы по замене устаревших локаторов, отметил Морозов. Они вполне способны эффективно решать задачи, но будут в плановом порядке заменены, уточнил генерал. Наверное, нам еще 2-3 года понадобится, чтобы заменить еще два устаревших локатора, сообщил заместитель командующего ВКС. Морозов отметил, что этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Министерство обороны уделяло в последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию. В прошлом году мы поставили по 3 радиолокационных станции на боевое дежурство в Енисейске, Барнауль-Йорске, сказал Морозов, отвечая на вопрос о том, какие нововведения можно отметить в наземной структуре ВКС. Он уточнил, с постановкой на дежурство трех станций в 2018 году было создано сплошное периферийное радиолокационное поле. Генерал пояснил, что ранее в этом поле имелись разрывы, так как после распада СССР часть средств СПРН осталась на территории независимых государств, и часть из этих средств была ликвидирована. Поэтому пришлось воссоздавать систему заново, сказал Морозов. Важность системы. По его словам, система предупреждения о ракетном нападении приобретает особую важность в связи с выходом США из ДРСМД. В первую очередь, говоря о всей наземной инфраструктуре космических войск, нужно упомянуть наиболее важную, стратегическую, систему. Почему это система предупреждения ракетного нападения, особенно в свете последних заявлений о выходе из договора сокращения ракет средней и меньшей дальности, отметил Морозов. О том, что сплошное радиолокационное поле системы СПРН впервые создано вокруг России, заявил в декабре 2018 года на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее командующий космическими войсками заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко сообщал, что впервые в истории вооруженных сил РФ сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении, СПРН, типа Воронеж заступили на боевое дежурство в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области. 16 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем. В открытом доступе.